всем привет если вы внимательно следите за новостями мобильной индустрии то возможно вспомните что примерно год назад на кикстартер запускалась компания по сбору средств на выпуск смарт-часов с сенсорным экраном и стрелочками так вот этот проект увенчался успехом необходимые деньги были собраны устройство пошло в серию и прямо сейчас данный гаджет красуется у меня на руке micronos the time первые в мире гибридные умные часы у нас на тесте знакомимся с ними поближе наверняка вам знакомо такое выражение как встречают по одежке ну в случае с micronos the time одежка тут просто шикарная красочная красивая эффектная это такой прозрачный футляр внутри которого расположены часы на кольцевом держателе ну а в нижней непрозрачной части находим зарядное устройство тонкий кабель usb micro usb и бумажную документацию и так перейдем к внешнему осмотру устройства часы имеют классический внешний вид с круглым экраном циферблатом корпус у них как вы видите массивный он выполнен из нержавеющей стали полностью сверху сапфировое стекло а под ним есть две стрелочки часовая и минутная справа же на корпусе имеются две кнопки и посередине между ними колесико которая может вращаться и нажиматься при этом выполняя определенные действия о которых я расскажу позже также на нижней части расположен оптический датчик сердечного ритма сами часы достаточно толстые но на руке они выглядят тоньше чем есть на самом деле за счет того что нижняя часть корпуса она заужается от центра к боковым граням моем тестовом экземпляре часов установлен ремешок из эластичного тп у черного цвета ну скажем прямо ремешок как бы так себе он достаточно средний но крепление ремешков она стандартная на защелках их можно легко снять и в принципе вы можете заменить их на любой другой сторонний ремешок или браслет это очень круто еще такой один нюанс за счет того что часы полностью симметричные их можно носить как на правой так и на левой руке то есть подходят они и правшам и левшам вот эти половинки ремешка их можно поменять местами просто а приложение для смартфона есть возможность полностью перевернуть интерфейс часов и таким образом кнопки управления у вас всегда будут с внешней стороны и это как бы удобно им будет пользоваться вне зависимости от того на какой руке вы их носите ну в общем как бы за это заметно что материалы сборка и дизайн у микрона зато им находится на самом высшем уровне часы ну действительно выглядят и ощущаются настоящим премиальным продуктом тут без вопросов отдельно я хочу отметить наличие пылевлагозащиты корпуса на уровне 5 атмосфер что соответствует кратковременному сохранению герметичности изделия на глубине до 50 метров что это означает на практике это означает что часам не страшны под брызги струи воды их можно не снимать в душе и в принципе их можно использовать во время занятий водными видами спорта но без глубоководного погружения то есть можно плавать можно не глубоко нырять глубоко не стоит в принципе вы можете но никакой гарантии нет ну а теперь посмотрим на экранчик какая точная технология применяется и производитель не заявляет но мне кажется что это и ps по характерно хорошим углам обзора без искажения цвета вообще как бы дисплей этот он самая спорная часть данных часов во первых разрешение очень небольшое и пиксели ну реально заметны особенно когда вы смотрите на на текст во вторых максимальной яркости явно недостаточно для комфортной работы в яркий солнечный день сейчас как бы ну там зима и принципе солнечных дней немного ну выдалось несколько таких более менее светлых дней ну я эту особенность как бы заметил думаю что летом когда очень яркое солнце будет еще хуже то есть это реальный недостаток также в часах нет датчик автоматической яркости поэтому подсветку необходимо будет регулировать вручную ну хотя стоит отметить что это достаточно легко есть быстрое меню для регулировки таких параметров что еще по экрану тачскрин но он мне показался каким-то тупим то есть касание он воспринимает более-менее нормально но вот свайпы они как-то удаются часто не с первого раза точностью он как-то тоже не впечатляет этот тачскрин иногда я открывал соседние пункты меню не то что хотел возможно это связано с тем что между тачскрином и дисплеем есть достаточно большая воздушная прослойка в общем как-то сенсорное управление часов оно такое неуверенное ну вот олеофобное покрытие порадовало но в принципе отличная и поверхность вот стекла но сапфировая кстати слабо покрывается отпечатками и эти отпечатки легко вытираются буквально вот ладонью даже но вот эти недостатки сенсорного управления которых я рассказал они в принципе компенсируются тем что тачскрин данных часах можно вообще не использовать как я уже сказал управление гибридная и модель управления часами следующие верхняя кнопка она отвечает за разблокировку и выполняет функцию домашний экран то есть она вернет вас на на основной циферблат из любого приложения а повторным нажатием вы можете выключить дисплей далее колесико его можно использовать для прокрутки в меню то есть это реальный рабочий инструмент он крутится и при помощи этой прокрутки вы можете перемещаться по меню при этом определенный пункт выделяется ну какое-то приложение например и его можно запустить нажатием на кнопку этого самого колесика еще такая функция из выключенного положения часов нажатие на колесико запускает ночной режим так называем вы можете определить легко который сейчас час именно в темноте ну и кстати при чтении текстов уведомлений когда у вас на экране текст то эти стрелочки разводятся автоматически а потом когда мы возвращаемся к часам к текущему времени они значит возвращаются на это текущее время и выглядит это реально забавно переходим к нижней кнопке часов она выполняет функцию назад при сенсорном управлении можно это действие продублировать двойным быстрым постукиванием по экрану ну а долгое нажатие на нижнюю кнопку вызывает меню выключение ну что еще а когда вы находитесь на главном экране то нажатие на эту кнопку она откроет календарь со списком дел давайте посмотрим что умеют my cronos the time функциональная в принципе это обычные умные часы с проприетарной оболочкой кроме того что они показывают время как вы уже видите они могут считать шаги пройденное расстояние и сожженные калории ну то есть выполнять функции фитнес трекера также часы осуществляют слежение за сном они могут измерять частоту сердечного ритма как разово так и по расписанию там и по определенному заданию ну и конечно они показывают уведомления причем чтение сообщений возможно прямо на экране часов но лишь небольшая часть текста то есть например полностью сообщение электронной почты вы прочитать не сможете но если это какие-то короткие сообщения в чате facebook например в том же мессенджере то вы его прочитаете полностью также данный гаджет он осуществляет вывод информации о входящем звонке напоминает о событиях делах и встречах из календаря в нем имеется погодное приложение которое получает данные со смартфона естественно есть будильник секундомер таймер еще есть функция управления музыкальным плеером также можно удаленно запускать съемку камеры смартфона еще можно осуществлять взаимный поиск устройств то есть если вы где-то забудете смартфон и отойдете да и часы это увидят и они напомнят вам о том что вам нужно забрать смартфон потому что он остался где-то лежать в общем-то microno the time имеет вполне стандартный набор умных часов которые кстати вы никак не можете расширить самостоятельно потому что оболочка тут проприетарная нет никакой операционной системы нет магазина приложений и только если производитель захочет внедрить какие-то новые функции то вы их получите вместе с очередным обновлением прошивки а теперь посмотрим приложение для смартфона как вы видите вот эти все основные функции они расположены в виде вкладочек первый называется циферблат ну тут на самом деле не циферблат а это как раз статистика активности по дням неделя месяца который можно как бы отследить проанализировать а также поделиться с друзьями цели активности они находятся во второй вкладке их можно настроить тут как бы ничего необычного определяете сколько шагов вы должны пройти за день какое расстояние сколько сжечь калорий ну и настраиваете необходимое время активности а часы потом вам как в течение дня показывают какую часть нормы вы выполнили напоминание напоминание можно настроить очень подробно есть готовые категории которых можно создавать любое количество разовых или периодических напоминаний ну и тут есть то что угодно там напоминание сне спорте приеме пищи какие-то встречи оплата счетов и так далее или лекарства например если вы чем-то больные вам надо периодически пить лекарства тоже как бы ну вот часы будут вам напоминать об этом вкладка параметры она самая насыщенная тут очень много пунктов можно гибко управлять функциями приложения и часов конечно можно отредактировать профиль настроить работу с уведомлениями какие-то включить какие-то выключить выбрать циферблат кстати циферблатов очень много готовых решений а еще есть такая интересная функция конструктор встроенный можно создать в принципе свой собственный циферблат то есть вы выбираете эту подложку выбираете циферблат какие-то виджеты размещаете на этом циферблате и загружаете его этот циферблат на часы также смартфонное приложение отвечает за обновление прошивки которые кстати на данном этапе происходит очень активно я тестировал часы две недели и за эти две недели на них прилетела целых два обновления о чем это говорит о том что micronos на данном этапе только выпустил эти часы на рынок они серьезно относятся к своему детищу и постоянно что-то там доделывают переделывают совершенствуют пилят по это классно принципе как бы вот это все основное но более подробно ознакомиться с функциями настройка часов можно в их инструкции я естественно прикреплю ссылочку к видео если есть желание заходите и ознакомьтесь теперь самое не самое главное но один из очень важных факторов по которым я вот считаю эти часы очень крутыми это время автономной работы на практике так получилось что я взял часы с зарядом батарейки 95 процентов и они проработали у меня реально неделю в умном режиме вот соединенные со смартфоном постоянно приходящее уведомление считающие всю мою активность вообще производитель гарантирует два-три дня работы в самом активном режиме использования именно это умный режим но когда аккумулятор достигнет критически малого уровня из-за тайма не отключают умные функции полностью и становятся обычными аналоговыми часами со стрелочками и в таком режиме не могут проработать еще 30 дней просто показывать в этом время и в принципе как бы этот момент впечатляет реально часы которые работают очень долго что еще отдельно я хочу отметить стандартное зарядное устройство оно похоже на такую металлическую блестящую таблетку ну и когда смотришь на него то как-то не думаешь а где же контакты я привык что всегда в часах есть контакты на зарядке есть контакты на часах и как-то там соединяется магнитным держателем но на корпусе этих часов тоже нет никаких контактов вот посмотрите их реально нет оказывается видите контактами служат металлические детали корпуса вот это вот посередине колечко это один полюс и внешний вот это кольцо корпуса это второй полюс вот таким образом как бы можно просто часы размещать сверху в любом положении это очень круто и ранее такого оригинального решения не встречал во-первых с дизайнерской точки зрения эти контактики они не портят внешний вид часов ну а во вторых вот такая функциональность действительно оригинально молодцы микронос ничего не скажешь подведем какие-то итоги вообще эти часы мне очень понравились я скажу честно реально они изменили мое отношение вот к умным часам скажем прямо если бы не было стрелочек ну это были бы обычные очередные смарт-часы с паприетарной оболочкой ну таких полно на рынке но вот именно в текущей реализации зато им возвращает нас того внешнего виду которым должны обладать нормальные наручные часы у них должны быть стрелочки ну наверное на этом все подписывайтесь на наш канал и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»